Валерий Седов Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». В мероприятии приняли участие представители федеральных министерств и ведомств регионов, институтов развития и бизнес-сообщества. Губернатор Рязанской области Павел Малков стал председателем Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» в июле этого года. Документ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Первое заседание Комиссии прошло в конце прошлой недели. Павел Малков подчеркнул, что приоритетное направление работы Комиссии – реализация задач в рамках национальных проектов. Это МСП, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, производительность труда, развитие конкуренции. Также в фокусе внимания будет задача увеличения доли креативных индустрий в экономике. Это направление для создания рабочих групп. Конечно, абсолютно все направления важны, но сегодня хотели сделать акцент именно на МСП, на поддержке предпринимательства, потому что рассчитываем на проведение президентом Госсовета по этой теме в какой-то достаточно близкой перспективе. Комиссия Госсовета – важный инструмент для развития экономики регионов и страны в целом. По словам председателя Павла Малкова, важно сохранить преемственность с предыдущими нацпроектами и привнести в них лучшие практики. Особое внимание на заседание уделили теме малого и среднего бизнеса. У нас в этом году завершается проект по малому и среднему предпринимательству. Результаты очень серьезные. Благодаря нашему проекту удалось добиться существенных сдвигов в расширении сектора МСП. Это в первую очередь рост количества субъектов МСП и занятых. Причем показатели это превысило уже значение до кризисного уровня. Создание института самозанятых. Здесь вообще шестикратный рост в 2020 году. Было около полутора миллионов человек. Сейчас в 2023 по итогам уже почти 9 миллионов человек. Павел Малков также подчеркнул, что комиссия по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» будет также развивать производственную и инновационную инфраструктуру регионов и снижать административные барьеры. Напомним, в конце июля 2024 года президент России Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Среди них технологическое лидерство, семья, туризм, международная кооперация и экспорт и другие. Их председателями стали главы регионов России. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Вопрос подготовки к новому учебному году уже не раз рассматривали на заседаниях правительства. Говорили о подготовке подъездов к школам, о маршрутах школьных автобусов. Теперь вопрос этот рассмотрели комплексно. С одноименным докладом выступила министр образования Ольга Щетинкина. С 1 сентября на территории региона будут работать 830 образовательных организаций. Их готовность к новому учебному году проверяли совместно Министерство образования и ряд других ведомств. Как итог, все учреждения признаны готовыми к новому учебному году. Об этом министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала на заседании регионального правительства. Система образования области строит свою работу в рамках национального проекта образования. Кроме того, в 2024 году регион стал пилотным по реализации нацпроекта беспилотной авиационной системы в сфере образования. Министерством реализуется 5 проектов. Кроме того, ряд мероприятий предусмотрены государственной программой Рязанской области развития образования. В рамках заключенных соглашений за счет средств консолидированного бюджета продолжается обновление инфраструктуры. Ремонт прошел в 260 школах и детских организациях. Капитально отремонтировано 6 школ. А с 1 сентября в селах Успенское и Тюшево две школы начнут свою работу. Еще два детских сада в сельских поселениях региона. Параллельно строят 5 школ и 4 дошкольных учреждения в различных районах Рязани и области. В текущем году в регион поставлены 42 школьных автобуса. До конца года ожидается еще 50 новых машин. 89% колледжей и техникумов к новому учебному году скорректировали образовательные программы по желанию работодателей. По запросу предприятий введены три новые специальности. Мастер слесарных работ, разработка электронных устройств и систем, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов. На последнем хотелось бы остановиться подробнее. В рамках национального проекта беспилотной авиационной системы оснащено 18 образовательных организаций оборудованием для производства и эксплуатации беспилотников. В Рязанском колледже электроники создан центр практической подготовки, оснащенный малой и большой полетными зонами. Открыта новая программа эксплуатации беспилотных авиационных систем. Глава региона Павел Молков отметил, что Рязань внедряет эту программу одной из первых, притом в таком масштабном формате. Да и направление, говорит, перспективное. И детям интересно, и востребовано на рынке труда. Потому эти программы планируется только расширять, как и ряд других смежных направлений, которые сейчас тоже интересны и востребованы. Огромные возможности сейчас есть благодаря реализации у нас проекта образования. Также большие средства выделяем из областного бюджета. Появляются новые детсады, новые школы, модернизация школ ведется. Сейчас не осталось уже учебных заведений с какими-то острыми проблемами, с текущими крышами, разрушающимися фундаментами. За два года все такие вопросы закрыли. Школьные автобусы очень существенно обновили. Появляются новые интересные программы обучения, в том числе мы выиграем федеральные конкурсы, становимся пилотами в этом. И, коллеги, я хочу еще раз обратить внимание всех глав администрации, профильных ведомств, подготовка к учебному году. Здесь мелочей нет. Мы так в целом системно очень хорошо двигаемся. Результат есть, есть что показать. Павел Малков отметил, что за оставшуюся неделю нужно еще раз перепроверить все до мелочей. С 1 сентября в образовательные учреждения пойдут 219 655 дошкольников, школьников и студентов. Так что все должно быть на достойном уровне. Особое внимание уделяется вопросам безопасности в образовательных учреждениях. Еще раз, надо, чтобы этими системами умели пользоваться. Сделайте акцент на постоянных тренировках. Об этом губернатор Резанской области Павел Малков говорил сегодня на правительстве. А как раз проверкой охраны образовательных организаций занимается Росгвардия. Здравствуйте. Сотрудник управления Росгвардии Паризанской области, подразделение вневедомственной охраны, майор Кузнецов. Задача сегодня проверка работы системы безопасности школы. Но перед этим бумажная волокита. Проверка документов и журналов безопасности. Следом часть практическая. Проверка непосредственно самой тревожной кнопки. На деле это целая система тревожной сигнализации, которая есть в каждой школе. Работает просто. Нажимаешь на кнопку, сигнал поступает на пульт центральной охраны. Оттуда оператор передает вводные дежурному, а тот уже отправляет на место наряд полиции. Сейчас мы проверим с вами, как реагирует группа задержания. Для этого нажимаем на тревожную кнопку. Видим на приемно-контрольном приборе сработку. И теперь ждем. Засекаем время. Подъезд группа задержания скрытный. На двух автомобилях с разных входов. Первыми заходит основная группа. Аккуратно, не привлекая внимания, практически вдоль стен. Следом за первой группой в школу входит и вторая. Товарищ майор, группа задержания прибыл. Тревога учебная. Норматив уложились. Будь это школьной дисциплиной, то работе группы задержания можно было бы смело ставить оценку «отлично», говорят сотрудники. А сама система тревожной сигнализации работает исправно. В общем, проверку 53-я школа прошла. Но расслабляться, говорят в Росгвардии, еще рано. В Рязанской области порядка 500 объектов школ. К настоящему времени практически проверки уже закончены. Осталось допроверить около десятка. Около десятка – это августовская норма. В целом же проверка работы охранных систем и самих охранников проводится регулярно. Чтобы всегда были готовыми. Звездопад Персиды, Северное Сияние, Сетровая Луна – все эти астрономические явления были за один только август. Далеко не все рязанцы обращали внимание на эти события. Правда, на помощь зазевавшимся приходят астрофотографы. Они делают качественные снимки таких явлений. Евгения Башева с детства увлекалась астрономией и астрофотографией. Она рассказывает, что ее всегда интересовал космос. И со временем появилось хобби – запечатление различных оптических и астрономических явлений. Специальных курсов по созданию фотографий Евгения не проходила. Все нарабатывалось методом проб и ошибок. А постепенно у девушки стали появляться друзья в сфере астрономии. Наталья Андреевская, группа РЗН Астра. Оттуда я много информации брала, где можно какие-то интересные астрономические явления увидеть. Тоже полярное сияние, допустим. Млечный путь, как лучше сфотографировать и с какими настройками это все сделать. У Евгении в коллекции запечатленных явлений – северное сияние, млечный путь, сближение Юпитера и Марса. Чаще всего моделью для фотографа выступает Луна, ведь каждую ночь она выглядит совершенно по-разному. В какой-то момент в коллекции набралось немало интересных снимков, захотелось поделиться. И теперь работы Евгении можно встретить в разных соцсетях. Казалось бы, здесь явно есть секреты создания вот таких ярких фото. Но нет, главное – верно настроить камеру, изучить технические характеристики. А это доступно каждому. Единственное – делать кадры лучше за чертой города. Это в основном нужно выехать за город, примерно за 100 километров от города. И там уже будет очень хорошо видно звездное небо, в том числе и млечный путь. То есть он будет очень ярко. То есть в городе так не увидишь. Даже невооруженным глазом его можно будет увидеть. А на фотографиях он и вовсе яркий получается, потому что светочувствительность в фототехнике – она больше, чем наш собственный глаз. О некоторых космических явлениях можно узнать заранее. Но у природы всегда есть свои сюрпризы. Например, о северном сиянии Евгения знала. Но вот какой интенсивности оно будет – это уже лотерея. Она отмечает, что иногда вспыхивают спонтанные лучи и загораются столбики. Они возникают внезапно и выглядят безумно красиво. А вот тут уже дело фотографа – не зазеваться и вовремя нажать затвор. Анастасия Арн, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сам Антон Чехов считал пьесу «Вишневый сад» комедией с элементами фарса. А режиссер Станиславский – драмой. С начала 20 века эту великую пьесу ставили множество раз. Есть она и в репертуаре Рязанского театра драмы в постановке Гульнары Головинской. Спектаклем с обновленным составом открылся 237-й театральный сезон. Кстати, почти на месяц раньше обычного. «Вишневому саду» больше ста лет. И все же темы, что затронуты в пьесе, созвучны времени сегодняшнему. Удивительно, но некоторые монологи можно назвать злободневными прямо сейчас. А еще узнаваемый режиссерский почерк Гульнары Головинской. Ее художественные приемы, оформление сцены – все это прокладывает мост между веками. И делает пьесу современной для нас, зрителей 21 века. Это вообще пьеса, которая близка нам всем. Всем нам близка. Очень много героев, где каждый может найти что-то свое из себя, возможно, себя. Ну и, мне кажется, сама постановка. Вот Гульнара Головинская в чем молодец, что она не то чтобы осовременила, но она придала немножко другое звучание «Вишневому саду». Немножко другой подход к героям. И поэтому это интересно смотреть. Зритель очень любит «Вишневый сад». Мы, к сожалению, в прошлом сезоне очень мало ставили «Вишневого сада». В этом году и в этом сезоне, я надеюсь, что, конечно, чаще будем показывать. Действительно, в режиссуре Гульнары Головинской спектакль звучит совершенно особенно. Символизм пронизывает постановку от начала до конца. Идея собрать всех под одним абажуром создает образ старого, общего, уютного дома. Музыкальное сопровождение и пластика придают динамичности и живости. Впервые зрители увидели спектакль в 2018 году и явно соскучились по нему, как и по театру, за время каникул. После перерыва я так посмотрел, что это, по-моему, первая постановка, которую от наших артистов, соответственно, не пропускаем. Плюс на «Вишневый сад» не рекомендовали сходить и первый раз будем смотреть. И книжку-то читали уже давным-давно, поэтому надо пересмотреть. Начнем с того, что мы гости города Рязани, поэтому мы здесь. Я первый раз, например. Я первый раз. Я много лет назад, когда здесь жила, была в этом театре. Все очень красиво. Мы вообще первый раз. Первый раз вообще в Рязани и в вашем театре. Но первые впечатления замечательные. В Рязанский мы ходим достаточно часто. Да, вместе собираемся. И вот так вот приходим по Пушкинской карте. «Вишневый сад» – классика. Вот хотелось что-то такое посмотреть. Мы охотились с билетами, потому что у нас достаточно большая компания. Билеты разобрали очень-очень быстро. Ну, плюс, соответственно, это новые впечатления. Драма всегда как бы удивляет. Фауз меня очень удивил в том году. Вот поэтому не могли не начать сезон. Первый раз с женской компанией в таком большом составе в театре. Итак, 237-й сезон открыт одним из самых любимых и востребованных у публики спектакля – «Вишневый сад». При полном аншлаге с успешным введением новых артистов. Роль Фирса теперь исполняет заслуженный артист России Анатолий Конопицкий, Дуняши Анастасия Дягилева, Яша Денис Чистов, почтовый чиновник Владислав Пантелеев. Впереди насыщенный сезон, премьеры, гастроли, фестивали. Следите за афишей и будьте в центре театральной жизни. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова